Приветствую вас! Конечно, история, безусловно, неприятная. То, что с вами происходит сейчас. И понятно, что вы чувствуете себя некомфортно. Мне кажется, что в данном случае не стоит спешить принимать какие-то решения сразу. В данном случае, мне кажется, лучше будет вам поговорить со своим мужчиной по душам сперва. И выяснить у него вот то, что происходит. Это временно или нет? То есть, опять же, без знания психологического портрета вашего и мужчины сложно что-либо здесь рекомендовать. Потому что, если ваш мужчина, например, был эмоциональным и задаривал вас подарками, то, скорее всего, да, подарки прекратились на совсем. Если к тому же вы недолго времени вместе. К примеру, если вы там, грубо говоря, вместе 10 лет, да, и подарки прекратились только год назад. И он вам 10 лет обывал, одевал и кормил. То, наверное, что-то случилось. Потому что к чувствам здесь отношения, скорее всего, не имеют. Если вы в отношениях 3 года или 2 года, и подарки, ну, да, и подарки прекратились в последний год, то, скорее всего, прошли чувства, а нового между вами ничего не появилось. Ну, помимо, вот, какой-то влюбленности, там, страсти и так далее. Вот. То есть, непонятно, как складываются ваши отношения. Непонятно, что они из себя представляют. Непонятно, какая вы, какой он. Ну, вот, и так далее. Понимаете? То есть, в принципе, мужчина, ну, не обязан делать подарки вам. Ну, в принципе, это не обязанность. Это, в принципе, его право, но не обязанность. В принципе, мужчина не обязан вас кормить, одевать и обувать. То есть, в принципе, вы, как бы, ну, должны, наверное, это делать сами. С другой стороны, если на протяжении длительного времени мужчина убеждал вас в том, что он все будет делать за вас, что теперь он перестал это делать, то это как бы уже с его стороны безответственность. То есть, понимаете, вопрос финансов, да, всегда, вот когда вы скажете вопрос финансов, я всегда призываю людей как бы свериться со своей жизненной позицией. То есть, если вы, вот вы, Светлана Олеговна, да, считаете, что мужчина должен вас кормить, обувать и одевать, и дарить подарки, если вы считаете, что мужчина должен это делать, то, наверное, вам с этим человеком быть больше не стоит. По крайней мере, вам следует ему об этом сказать, что ты ведешь себя не как мой мужчина, да, вот. Но при этом, при том, что вас не кормят, не одевают, не обувают, да, и не дарят подарки, при этом вы не должны себя хуже чувствовать. Это тоже очень важный момент, что вы не должны себя именно хуже чувствовать, от того, что вам это, для вас этого не делают. Если вы себя именно хуже чувствуете в плане эмоциональности, да, то есть, вы не чувствуете себя, например, любимой, значимой и так далее, вот. Это лучшая проблема. И проблема это, скорее, для вас. То есть, проблема это в том смысле, да, что для нас, вот, подобные действия имеют психологическую сторону, вот. А так быть не должно, да, то есть, вы как бы не должны зависеть от, ну, от человека, в эмоциональном смысле, вот. То есть, ваше право, да, требовать от своего мужчины того, чтобы он вас обеспечивал. Ваше право требовать от мужчины того, чтобы он вас содержал, грубо говоря. Но это право его, не обязанность. И у вас, если вы не зависите от него, всегда будет своя какая-то вот стратегия на случай, если он перестанет это делать. Вот. То есть, ну, то есть, что-то, чтобы от него полностью не зависеть. Вот. Понимаете? Вот. А история здесь может быть разная, да. То есть, может быть, у мужчины кризис возник, может быть, у мужчины проблемы с работами, с работами его, да. Может быть, мужчина считает, что вы сидите у него на шее и что ничего не делаете. Понимаете? Вот. Может быть, мужчине не нравится, допустим, ваша позиция, да, что, ну, вот, по вашему мнению, мужчина, там, должен, должен, должен свою женщину обеспечивать, да. Ну, вот. И так далее. Может быть, ему эта позиция не нравилась, не нравится. Вот. Может быть, он сделал это всё, потому что боялся, что вы от него уйдёте, он боялся, что вы, ну, что вы его бросите. Вот. Теперь вы, теперь он убедился в том, что этого не произойдёт, да, да, ну, по его мнению, он убедился, что этого не произойдёт. И начинает качать свои права, да. То есть это, в свою очередь, говорит о том, что вы, ну, что у вас есть некоторые проблемы с самооценкой. Потому что вы, получается, изначально поставили себя так, что мужчина думал, что он может вас потерять, а потом он перестал бояться, что может вас потерять. А так быть не должно. То есть, мужчина либо изначально не боится, да, мужчина либо изначально не боится вас потерять, либо он боится вас потерять всегда. То есть, тут, как бы, история такая, лучше, лучше, если он боится потерять, да, это мотивирует его на то, чтобы делать подарки. Ну, то есть, если вы живёте в России, да, то у нас в России мужчины ленивые. Понимаете? То есть, я вот так вот думаю, вам нужно ответить, да, то есть, если у вас вот характер отношений такой, что мужчина боялся вас потерять, да, то нужно, чтобы он опять начал бояться. Тогда он будет для вас что-то делать, опять-таки. С другой стороны, для вас это хорошая возможность увидеть, что вы зависимы от него. И что, ну, что вы, что вы, как взрослый человек, да, слишком зависимы от другого. Так быть не должно. Вот. Но это, конечно, только при условии, если, если ваша позиция жизненная, вот, этому соответствует. Сейчас, если вы, ну, допускаете, что между людьми, да, там, допустим, должна быть всё-таки именно партнёрская форма отношений, а не так, чтобы ещё один человек обеспечивать другому. Вот. Что касается моей практики и моего опыта, то я могу сказать, что наиболее крепкие те отношения, где люди чувствуют себя комфортно. То есть, это на самом деле не важно, да, кто кого обеспечивает мужчина, женщина, 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 мужчина, вот, они оба друг друга. Это не важно. Главное, в каких отношениях людям комфортно, да. То есть, нужно, чтобы обоим партнёрам было комфортно, ну, вот, в той форме отношений, которое они выбрали для себя. То есть, если ваш мужчина, например, вас обеспечивает, да, то ему должно быть комфортно это делать. Он должен получать это удовольствие, он должен считать, что, что это его мужское поведение. Вот, как вы, например, да, говорите, что, там, раньше он вас кормил, одевал, там, и обувал. Вот. И вы считаете, что таким образом вы поддерживаете свою женскую модель поведения. Ну, наверное. 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 Вот. И он должен считать, что он мужское поведение таким образом реализует. А если он не считает так, если он не считает так, то вот отсюда и возникает трудничество. Вот. Понятно, да, о чём идет речь. Дальше. 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 Что меня насторожило? Да, вот, что меня насторожило. Это то, что вы говорите, что раньше хоть одевал, обувал и кормил. То есть, хоть. Такое впечатление, что, помимо этого, вас больше ничего не связывает с человеком. Вот. Мне бы не хотелось думать, что я прав, могу быть здесь, но проинспектируйте свои чувства к нему. Что вас вообще связывает, что вас вообще объединяет. Вот. То есть, ну, не обувание же и кормление, и одевание, да. Наверное, что-то больше всё-таки обувание, кормление и одевание, это всё-таки вторичное что-то. На первом месте всё-таки что-то другое идёт. Вот. То есть, должна быть какая-то эмоциональная связь, должна быть какая-то функциональная связь, должна быть какая-то личностная связь. Может быть, этого у вас нет. Может быть, этого у вас нет, и поэтому мужчина так себя ведёт. Ну, это как один из вариантов, я не знаю, я просто вот говорю то, что меня насторожила ваша фраза о том, что раньше хоть одевал, а бывал, кормил, так он же не должен этого делать. Это право человека. Вот это вот то, что забывают люди, знаете. То есть, как бы, если вы соглашаетесь на, допустим, такие отношения, где один партнёр, как бы, ну, он что-то делает для вас, да, то не нужно думать, что это его обязанность. Это его право, не обязанность. Вот. Он в любой момент может это прекратить, потому что всё джёрт, всё меняется, и... человек. Ну, человек, в общем-то, развивается. Вот. И это нормально, что происходит развитие, что человек может считать по-другому. Вот. Вот. Поэтому, тут вот, мне кажется, такая история. Что это вопрос в вашем отношении к тому, что делает для вас ваш мужчина. Вот. И ещё на один момент хотел бы обратить ваше внимание. Это на то, что вы пишите, что это ваш мужчина. Это не ваш мужчина. Вот, знаете, да, это не ваш мужчина. Это просто близкий человек, просто партнёр, просто любимый, но не ваш. То есть, говоря «ваш», вы говорите о принадлежности. Принадлежности – это не то, что всем нравится. То есть, кому-то нравится это, а кому-то нет. Кого-то устраивает это, а кого-то нет. Понимаете? То есть, тут вот такая, не совсем однозначная история. Я прошу вас просто об этом, ну, не забывайте, да, об этом помнить прошу вас. Вот. Чтобы вы учитывали этот момент. Вот. А в целом, в целом, я рекомендую вам всё же ориентироваться на свои чувства. Понимаете, если вы считаете, что мужчина не прав, если вы считаете, что он так себя вести не должен, если вы считаете, что женщина не должна всегда сама одевать, обувать и кормить, если вы считаете, что после этого никакого смысла и резона оставаться в мышке или нет, то я рекомендую вам им об этом сказать и установить курс на отдаление от него. Вот. Если же вы знаете своего мужчину, уверены в нём и считаете, что он так просто не мог начать делать вот эти вот вещи, которые он делает, то лучше с ним поговорить, да, и, ну, просто стараться выяснить, собственно, ну, собственно, что происходит. Поэтому что происходит, почему он так себя повёл. Если же вы не испытываете такого ощущения или чувствуете, что вас это вызывает, то правильный будет оставить всё как есть сейчас, и, да, а ситуацию саму по себе использовать чисто для своего личностного роста, вот, и с целью, ну, с целью приобретения больше независимости от человека, чтобы не было такой истории, да, что вот если кто-то вдруг решит перестать вас обеспечивать, да, чтобы вы не оказались в таком неожиданном для себя состоянии, вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обратите внимание, что вы можете, в принципе, и вдвоём прийти на консультацию, вы можете вдвоём обратиться за помощью к психологу, например, ко мне, ну, можете и к любому другому, безусловно, обратиться к психологу, ну вот. Но вы можете обратиться, например, ко мне, и если вы обратитесь ко мне, то вам будет достаточно большая скидка на услуги. Ну, именно вот, вам двоим. Вот. Ну, это так просто, потому что, мне кажется, что проблему нужно решать именно в такой плоскости. Вот. У нас есть другие семейные консультанты, безусловно, посмотрите их. Если что, обращайтесь к ним. Ну, вот, просто вам говорю, что есть такая вот история. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Пустя. Продолжение следует...